Бойлер на горячую воду. Вот. 4 года эксплуатации. Сейчас хотим показать за 4 года эксплуатации, что там в нем внутри. Какие осадки, не осадки, ржавчина, не ржавчина, накипь, не накипь, да. Вот. Сейчас разбираем эту крышку. Болтик не прийми. Сейчас, 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 сейчас. Где этот болтик-то, блядь? Я не знаю, где болтик. Я вот нашел. Короче, снимаем эту крышку. Здесь вот такие вот два болта. Струим курс. На, убери. Вот. Откручиваем. Снимаем. А здесь на ключики. Ну, здесь уже ржавчина, да. По-любому видно, что там, по-любому, наверное, еще жарко будет. Здесь болты на 13. Я снимаю. натуре какой-то имбецил ебать этот каков не гуманоид и как он дает гаммункл боится гаммункл это сам вот этот нагревательный механизм получается это же обычный кипятильник по сути короче очистили уже его мы не будем прям так сильно его вычищать главное ведь главный мусор так ребят вот что внутри бойлера то есть смотрите на на дне там сколько накипи еще мы оттуда сняли с самого нагревателя сейчас переворачиваем вытряхиваем всю эту дрянь ребята вот очистили уже все весь этот нагреватель последствия всей вот этой накипи к чему может привести то есть первая причина плохо нагревает вот ненормированная работа и третье большое потребление энергосвета мы уже сейчас собираем закручиваем гаечки прикручиваем и все будет готовый будем ставить его на место короче ребят поставили бойлер прежде чем запустить бойлер нужно спустить воздух вот за три года службы бойлера то есть вот столько накипи три года назад до бойлер числе вот три года да вот короче три года прошло вот сколько накипи плюс еще там грязь не грязь там вода не вода плюс еще там вот это вся фигня короче осталось остатки вот так что такие делишки теперь бойлер будет нормально работать чисто как нужно